Всем-всем доброе время суток! Сейчас перед Новым Годом, да и вообще не только перед Новым Годом, всегда, наверное, это было модно делать колокольчики. Ну, кто как, кто коллекционирует разные колокольчики. А я, вот несколько лет уже у меня, у меня очень хорошо получается при мытье посуды откручивать ножки у фужеров. Ой, сейчас я покажу. Крустальные фужеры. И при мытье я откручиваю у них вот эти ножки. И получилось, что у меня собралось два фужера. Я уже говорила, что я женщина хозяйственная. И ничего не выбрасываю. И давно я уже хотела из них сделать колокольчики. И вот, наконец-то я решилась. Дело я из того, что у меня есть. А есть у меня, нашла я вот чего. Так, есть у меня вот такая вот ленточка. Это знакомый шнур уже. Так, это, где он не имеет отношения, это я просто хотела показать. Этому флакону уже 55 лет. Вот этот камешек отсюда я в детстве съела. Это мамин флакончик для духов был. Он разбитый. Но я его храню как память о маме от детства. Здесь еще внутри была стеклянная палочка. У палочки, конечно, уже тоже нет. Я бы, конечно, хотела его восстановить. Но для этого надо найти вот такой пустой стеклянный флакончик. Он очень красивый был когда-то в детстве. А я себе увлекалась, выковыривала отовсюду камешки. И вот отсюда мне не удалось. Мне, наверное, лет 5-6 было. Отсюда я оторвала. И съела его. Так, что у меня еще есть? Есть у меня вот такие вот хрустальные были сережки. Я ушки откусила давно. Они по золоте были. По золоте уже потускнило. Я хотела обновить у ювелиров. Сережки это тоже были мамины. Так, я хочу их сделать, как повесить вместо языка в колокольчик. Две у меня их. Это вот то, что я перебрала свои богатства. То, что я нашла. Вот у меня есть две таких сережки. Потом есть моя давнишняя заколка, которая тоже сломалась. Тоже из горного хрусталя. Хрусталь к хрусталю, я думаю, будет хорошо. Так как у меня два будет колокольчика, мне как-то надо на два колокольчика. Ну и всякие здесь вот. Не знаю, куда я это применю. Вот, что я сделала для начала. У меня есть еще вот крышечки. Я показывала, когда отобус делала, что крышечка у меня и на отобусе. Ну, в общем, где можно, я эти крышечки леплю. Вот из-под орифлемовской туалетной воды крышечки, они как раз сюда подходят. И даже не двигаются ни туда, ни сюда. То есть, вот так она хорошо, плотненько. Я все равно буду на клей сажать. Вот я уже тут начала один делать. Вот такой обыкновенной открывашкой консервной. Я сделала здесь дырку. Вот здесь посредине дырку сделала. Шнурок туда притянула. И завязала на узелок. И теперь на жидкие гвозди все это посадила. А здесь пришила. И буду вот так обматывать. В общем, что я буду дальше делать, я покажу. Просто сейчас это должно 24 часа застывать. Вот у нас то, что от ремонта осталось. Прозрачный клей. Жидкие гвозди. Но сначала белый, как вы уже видели. А потом, когда высохнет, будет прозрачно. Но мне это не важно, потому что я все вот это, весь колпачок я буду ленточкой оборачивать. Вот я сделала еще уже один бантик. Куда я его прилеплю, я еще точно не знаю. Наверное, куда-нибудь сюда. Здесь может быть бусинка, будет какая-нибудь степлером. Я не просто не завязывала его, как все бантики на узелок, а вот таким макаром. Когда я второй буду делать бантик, я покажу. Мне показалось, что это получается понежнее, чем когда завязываешь. Тем более, ленточка, она с металлом. Здесь я вырезала волочки и обожала зажигалкой. Бантик я покажу. Бантик вот я степлером канцелярским прихватила. Можно было пришить. И еще буду использовать вот клей такой, кристалл прозрачный. Делаем вот такой бантик без завязки. Так, вот я уже обрезала нужную длину. Эти кончики сразу, чтобы они не махрились. Обрезала и опалила. Так, берем вот этот кончик. Вот так вот, с левой стороны. Ну, сначала сделаем сам принцип. Это не сложно. Так, и сюда. А потом вот и все. А потом уже смотрим, ровняем кончики. Что ближе, что дальше. Я сейчас по длине сравню вот с этим. Ну, чтобы они хоть похожи были. Все, вроде понятненько. Вот. Взяли. Сюда. И сюда. Все. И степлером вот это место я прихвачу. Можно пришить. Ну, я буду еще сюда или камешек, или бусинку. Потому что, видите, скоба. Мне ее надо будет закрыть. Ну, и красиво будет. Убрала черные нитки. Беленькими перешила. Ну, и теперь буду вот так клеем мазать и заворачивать. Вот я намотала на крышечку. И теперь вот здесь вот клеим. Вот в этих, в талии, так сказать. Громозово клеим. И буду дальше обматывать. Совет. Если вам надо отрезать такой шнур, прежде чем его отрезать, надо обмотать вот так немножечко скотчем. И потом посрединке вот этого резать. И тогда и здесь останутся закрепленные кончики, и здесь. И они не разлохматятся. А если вы сейчас начнете резать, оно разлохматится. Ну, вот показываю, что у меня получилось. То есть, был вот такой. Этот я еще не сделала. Все впереди. Получился вот такой. На самом деле он очень блестит. В камеру как-то это не так отражается. Ну, вот так вот. Не стала я делать язык ему, потому что звона все равно нет. Я попробовала. Хрустальный бокал, извините, только если он держать, надо бокал вот так, тремя пальчиками. Тогда будет звон. Мама всегда требовала, чтобы мы его так держали. Я думала, что она требует так, чтобы звон был. А оказывается, я вчера все прочитала про хрусталь, и про гравировки, и, ну, в общем, про все-все-все. А оказывается, если вот так держать, то длинное шампанское налево соревается, и это влияет на качество его. Ну, вот так вот немножко разбросала я зеркальных камешков. Вот так, в углубление вот здесь, в гравировочке. Шнур я вложила тоже по рисунку. Вот рисунок такой вот для сравнения. Вот в эти канавки я вложила шнур. И вот сюда, вот, в рисунке есть вот эти вот точечки. Сюда я стразики вот поставила. Ну, в общем, вот такой колокольчик у меня получился. Конечно, если бы я работала контуром, если бы у меня был контур, разрисовать его контуром вообще было бы очень красиво. Вот это место, допустим, можно сделать лентой, а остальное все разрисовать контуром. Ну, я думаю, так вроде ничего. Так что не расстраивайтесь, если у вас новогодняя ночь разобьется фужер, посуда бьется, жди удач. И вы уже будете знать, куда применить, если вдруг отломится ножка фужера. Так что, всем мир и добра. И пока-пока. А я второй буду делать, чтобы пара у них была такая мальчика-девочка. Продолжение следует... Продолжение следует...